Библиотека имени Жернакова представляет новую рубрику «Давайте читать по порядку». Франция давно славится детективами и триллерами. Почётное место занимают циклы Рана Крестова-Гранже, книги Гийома Мюссо, Мишеля Бюсси. Кластикой детективного жанра признаны Гастон Леру и Буала Нарсишак. А сегодня мы поговорим о творчестве Франка Телье. В библиотеке имени Николая Кузьмича Жернакова, которая находится в городе Архангельске, есть все книги этого цикла. Все темы, которые поднимают в своих произведениях Телье, ужасные, недопустимые, но читатель всё-таки понимает, что это и даже более того может происходить сейчас, в этот самый момент, где-то далеко, а может быть и рядом. 2003 год полностью изменил жизнь начинающего писателя. вышла в свет его книга «Адский поезд». В ней есть и предисловие самого автора, в котором он напоминает нам о том, что реальность зачастую превосходит вымысел. На протяжении многих книг делами будет заниматься Франк Шарко. Кто он такой? В этой книге можно с ним познакомиться. А в этой книге, второй по циклу, мы познакомимся с хрупкой и беззащитной, на первый взгляд, девушкой, полицейским в звании лейтенанта Люси Энебель. Само название этой книги говорит нам о том, что в личной жизни главного героя Франка Шарко произошло событие, которое нельзя изменить, к сожалению. Как он справится с новым делом? Ведь он работает в полиции, и от его умений и знаний зависят жизни многих людей. В этой книге опять один главный герой – Люси Энебель. Но кто же здесь убийца? А кто жертва? Кто кого ищет? Тайна идет ли? Это книга крайне необычная, цепкая. Это «Последнее дело Люси». Потом все остальные книги она будет вместе с Шарко искать преступников и помогать их жертвам. Поминаю вам имена эти две книги. Там один герой – Франк Шарко. Вот, наконец, та самая книга, с которой начинается и знакомство Франка с Люси и их совместные дела. В России эта книга вышла в двух переводах и под двумя разными названиями. Есть книга «Монреальский синдром» и есть книга «Синдром Е». Я вам представляю книгу под названием «Синдром Е». Тексты в этих книгах практически одинаковые, история та же самая. Здесь суть такая. Знакомый Люси покупает по объявлению несколько бобин с ретрофильмами. И когда он начал ее смотреть, произошло нечто странное и страшное. Люси начинает расследовать это дело и одновременно с этим делом на другом конце Франции Шарко начинает свое дело. И в конце концов их расследование перерастает в одно общее. Раньше эта книга выходила под названием «Проект Феникс». Сейчас она продолжает так же называться, но редакторы русские его дополнили и назвали, как мы видим на экране. В клетке с приматом находят растерзанный труп девушки, которая изучала эволюцию видов. И происходит один за другим множество очень странных преступлений. Куда же заведет их работа Люси и Франка? Узнаем, когда будем читать эту интересную и довольно познавательную книгу. Следующая книга, которую вы видите на слайде, примечательна для нас, русских читателей, тем, что основное действие этой истории происходит именно в нашей стране. И, в принципе, по названию книги вполне ясно, в окрестностях, какого города побывают Франк и Люси. Вообще писатель Франк Телье задумывается и делится с нами совершенно разными догадками, домыслами, своими предположениями. Все они в этом цикле выстроены в определенный вымышленный сюжет. Напоминаю, что все его книги – это художественные произведения, так это и надо понимать, чтобы, по крайней мере, спать спокойно. Книга под названием «Страх». Помимо Люси и Шарко, в этой истории активно будет принимать участие коллега Франка Шарко Камиль. Пандемия. В заповеднике на севере Франции гибнет стая лебедей. А в Париже тем временем сезонной эпидемии гриппа на ученые бьют тревогу. Появилась какая-то неизвестная, то ли искусственная, то ли нет, разновидность вируса. Книга очень интересная. Кто начнет читать этот цикл, непременно прочитает и эту книгу тоже. Люси Эннебель во время задания оказывается в подвале дома на окраине Парижа и убивает там маньяка. История эта скверная. И со стороны не кажется необходимой самообороной. Поэтому Франк Шарко уничтожает все возможные улики, чтобы его же бригада не догадалась и не узнала о том, что преступление это совершила Люси. Лука или Тёмное бессмертие. На данный момент это последняя книга, вышедшая в России из этого цикла. Но у Франка Телье есть ещё в запасе пару историй. Поэтому мы будем ждать выхода новых книг этой серии. Конечно, книги Франка Телье не для всех читателей, а только для тех, кто по-настоящему любит детективные истории, кто любит разгадывать загадки, головоломки. И, конечно, кто очень и крайне любознательный человек. Потому что, читая книги Телье, очень многое узнаёшь. И вот перечень тех книг, о которых я вам сейчас рассказала. Мы надеемся, что этот автор понравится и вам. В нашей библиотеке, помимо цикла о Франка Шарко и Люси Эднебель, есть и остальные книги, отдельные произведения, даже его рассказы, которые на данный момент вышли в нашей стране. Приятного вам чтения! Продолжение следует...